Мы потихонечку начнём. Меня зовут Елена, или Елена Сергеевна, если кому-то неудобно. Я аспирант кафедры микробиологии МГУ. Сегодня у нас с вами будет лекция по общей микробиологии. Сначала я буду рассказывать и показывать общие известные вещи, а потом начну потихонечку рисовать на доске. А если что-то будет непонятно, спрашивайте. Если будут какие-то вопросы, если будем успевать, то я отвечу на них по ходу лекции. Если нет, то займём некоторое время от практикума, и я отвечу на них перед практическими занятиями. Итак, мы с вами будем говорить о микробиологии. Вы люди умные, знающие, поэтому наверняка легко и просто ответите мне, что же за наука такая микробиология. Наука о микроорганизме. Наука о микроорганизме. А кто такие микроорганизмы? Бактерии. Только ли бактерии? Нет. А как это, что? Это наука существах, которые нельзя смотреть в нервы в ржаном глазу. Совершенно верно. Прежде всего, микробиология — это наука о организмах, которых мы не можем рассмотреть на ржаном глазу. Это небольшой план нашей лекции. И первым функциям здесь значится разнообразие микроорганизма. С изобретением микроскопа человек начал рассматривать под микроскопом всё, что до этого не мог рассмотреть без увеличительных приборов. И, разумеется, обнаружил много-много форума жизни. Это были, конечно, и бактерии, которые открыли на микроскопах с очень сильными линзами. Но, кроме того, это были ещё и грибы, водоросли и простейшие. Какие, например, грибы мы можем отнести к микроорганизмам? Дрожжи, плесневые грибы можем. Но уж не возить его мецетоза, который находит в лес. Это уже нормальные, ценноценные грибы. А вот дрожжи... Какое определение у дрожжей? Одноклеточные грибы. Почкующиеся грибы. Одноклеточные почкующиеся грибы. Они могут расти нецели, но в нормальных условиях они могут разваливаться, а вообще размножаются они почкованием. То есть на клетке взрослой образуется небольшой вырост, который постепенно разрастается и становится целой грибой. И, разумеется, рассмотреть их впервые удалось только под микроскоп. К тому же несовершенные грибы, низшие, всякую плесень. Конечно, мы можем увидеть налет, сизый, серый на хлебе. Но мы с вами видим споры. Вот этот вот зеленоватый пушок, это произвеносец со спорой. А чтобы рассмотреть подробными целями, нам уже необходимы специальные, замечательные приборы. Лучше всего, конечно, рассматриваем какие-то грибы под микроскопом. Там мы сможем подробно рассмотреть слифы, их сочернение и их твение. Водоросли. Какие водоросли можно отнести к микроорганизмам? Хламидо-монадо. Одноклеточные зеленые водоросли. Одноклеточные зеленые водоросли. Такие как хламидо-монадо еще. Хламидо-монадо. Спирогира в принципе можно, потому что у нее довольно тонкие нити, но все-таки мы вполне себе ее можем пощупать и потрогать. Тут возникает некоторый парадокс. Допустим, с цианобактериями. Они же раньше в трекольной программе шли как синизеленые водоросли. И только недавно сами отглопали, что действительно цианобактерии, прежде всего, бактерии. У них нет ядра. Несмотря на то, что у нас ценный процесс фотосинтеза, две фотосистемы, как у растений, все-таки они бактерии. А водоросли это полифилитическая группа, не систематическая. И по образу жизнеспособности к фотосинтезу, цианобактерии вполне можно относиться и к водорослинам. Но они прокариоты. Если вы где-то встретите синие-зеленые водоросли, знайте, что это они же, цианобактерии. Цианобактерии могут быть и нитчатыми. Их нити тоже вполне можно рассмотреть, ну даже под бинокуляром. Но по типу строения клетки, они относятся к типичнейшим прокариотам. Простейшие. Ну с простейшими, наверное, гораздо точнее. Потому что какая-нибудь амеба, невидимая, невооруженная глазом, но сразу становится, видимо, под микроскопом. И вот этот вот широкий спектр организмов с момента открытия микроскопа изучал человек в таком разделе наук, как микробиология. В конце прошлого века был открыт еще такой домен жизни, как археи. Археи тоже являются прокариотами. Но если их изобразить на дереве жизнью, то они гораздо больше родства обнаруживают с эокариотическими клетками, нежели с бактериями. И они считаются переходной формой жизни от бактерий к эокариотам. Извините, а у археев там же у них стенка как бы оболочка не из простого кипина состоит? Да, из высокомолекулярных спектр. У них много отличий от бактериальных клеток. И много способов с эокариотическими. С эокариотическими клетками напряжают прежде всего наличие эстоноподобных клеток и строение липосом. Оно по плану строения рибосомы очень близки к эокариотическим. У них же еще форма очень различается от прокариотических и эокариотических. И в целом аппарат биосинтеза ближе, там даже ферменты, более похожи на эокариотические. И вот поэтому после анализа множества различных параметров обнаружили, что есть ряд сходств как с бактериями, так и с эокариотами. А выделить их в отдельную группу удалось только после того, как был изобретен анализ 16СРНК. Потому что до этого, может быть, человек и видел археи, но он никогда не задумывался о том, что это могут быть не бактерии. И действительно, да, другое строение клеточной стенки, клеточных покровов. Но вероятно, что этим никто не занимался, потому что археи, больше их части, приспособились жить в очень экстремальных местах обитания. Допустим, в каких-нибудь черных курильщиках, в горячих гейзерах. Среди археи зафиксирован максимум температуры, при котором могут выживать живые организмы на нашей планете. Это 121 градус по Цельсию. А какие лаборации клеточной? У белка или у гейнах клеточной? Там много гидрофильных белков. Они отгружают сюда молекулы воды. Также в клетках находится много веществ, которые напоминают криопротет. То есть там жизнь настолько приспособилась к существованию при высоких температурах, что изменениям одной какой-то структуры вам не обходятся. Они полностью приспособлены к выживанию при высоких температурах. Но, кроме того, археи можно встретить не в экстремальных местах обитаниях. Просто там их обнаружили и очень заинтересовались, поскольку до этого настолько высокотемпературных организмов еще не находили. У археи тоже есть несколько фигулок. И есть мезофильные археи, которые живут в обычной почве. Что очень примечательно, среди археи не найдено ни одного патогенного для человека организма. Это очень приятно. К сожалению, об обычных бактериях мы этого сказать не можем. Сейчас давайте с вами вспомним строение бактериальной клетки. Здесь, к сожалению, английские надписи. Но я думаю, что многие из вас их понимают. Но я все равно буду рассказывать. Потому что, к сожалению, если вы хотите найти качественные картинки, то в Рунете их искать бесполезно. Проще сразу вбивать свой запрос на английском. Тогда с большей долей вероятности вы найдете адекватную иллюстрацию. Бактерии, как главные для нас с вами сегодня представители микроорганизмов, являются прокариотами. То есть они не имеют оформленного ведра. Клетки, генетический материал, хромосомная ДНК, представлен одной кольцевой молекулой. Но, как говорится, правила нужны для того, чтобы были исключения. Не у всех бактерий только одна хромосома. Встречаются бактерии с несколькими хромосомами. Если вы занимаетесь каким-то объектом, то вы наверняка знаете, как устроен его генетический аппарат, сколько у него хромосомов. В любом случае считается, что хромосома только одна. Также генетическими элементами внешних бактерий можно считать плазмиды. Плазмиды — это небольшие кольцевые молекулы ДНК. Они содержат всего несколько генов. 2, 3, 4, 5. Главная функция плазмиды — это локализация генов устойчивости к антибиотикам. Например, генов патогенности. Есть такая бактерия, как бацилюс суптилис. А есть бактерия бацилюс антраксис — возбудитель сибирской язвы. И возбудитель сибирской язвы от обычной сенной палочки отличает наличие всего пары генов, локализованных в плазмиде. Пытались перенести эти гены в непатогенную бактерию, и выяснилось, что плазмида с генами патогенности в обычной сенной палочке не приживается. Казалось бы, этот эксперимент можно выразить как ерундовый, но, казалось бы, кому может прийти в голову пересаживать болезнетворные гены в обычную изобидную бациллу. Но это был очень важный эксперимент, поскольку если случайно, вдруг где-то у нас в природе заведётся бактерия сибирской язвы, не сможет ли она случайно передать своим непатогенным родственникам гены, которые ответственны за развитие патогенных бактерий. Оказывается, нет. Разумеется, если у нас с вами есть генетический материал, то есть и аппарат биосинтеза генка, рибосомы. Рибосомы у прокариот легче, чем эукариотические. Для характеристики размера рибосом и многих других клеточных органалов используют такую характеристику, как коэффициент седиментации. Обозначается он как английское S. Ну, наверняка, все вы видели. Этот коэффициент определяется по скорости осаждения компонентов клетки в градиенте соли, цезий и хлора. Центрифугирует разваленные или ультразвуком клетки, или как-то еще дематурированные и смотрит, с какой скоростью оседает их органел. И в результате получили, что эукариотические рибосомы больше. Разумеется, эта зависимость не линейна, поэтому разница такая небольшая. Эукариотические рибосомы больше, оседают медленнее. Имеют коэффициент седиментации 80S. Точнее, наоборот, быстрее. А вот прокариотические рибосомы мельче, имеют коэффициент седиментации 70S и оседают медленнее, потому что они легче. Мембрана клетки у бактерий устроена точно так же, как и у всех других живых существ. Это тоже фосфолипиды. А вот клеточная стенка у бактерий состоит из особого полисахарита, который называется гумулеин. Если где-то в природе обнаруживаются следы мулеина, это значит, что там присутствуют бактерии, потому что мулеин больше, как и у бактерий, людей не встречается. У растений клеточная стенка с целлюлозом, у губов и с хитином, у бактерий и мулеин. Собственно, больше у никого клеточной стенки не встречается. Над клеточной стенкой расположены обычно другие структуры, защищающие клетку бактерий. Это капсулы. Здесь отмечены гумулеин. Капсулы могут быть из воскоподобных веществ, очень плотных, а могут быть из полисахаридных веществ. А не все, к сожалению, для бактерий бактериальные клетки могут образовывать споры. А спорообразование для спорообразующих бактерий является способом переживания неблагоприятных условий. Все вы знаете, что грибы для бесполого размножения используют споры. Так вот, не путайте их со спорами бактерий. Споры у бактерий образуются одна на клетку. И туда заносится генетический материал, плотно покрывается оболочками, практически обезвоживается. И это позволяет бактериям долгое время сохраняться в самых неблагоприятных условиях, выдерживать кипячение в течение нескольких минут. Для этого, чтобы бороться со спорообразующими бактериями, еще давным-давно до изобретения автоклавов придумали такой способ стерилизации, как циндализация. Что это означает? Способ назван в честь ученого-первооткрывателя. Необходимо несколько раз прокипятить какое-либо вещество, либо питательную среду для бактерий, чтобы полностью избавить ее от спора. Эти кипячения последовательно производят с интервалом нескольких часов, можно даже в сутки. При первом кипячении убиваются все вегетативные клетки и не спорообразующие. Дают этому веществу или среде остыть. Где-то через сутки споры прорастают, но не успевают образовать новые. Мы снова кипятим или просто очень сильно нагреваем. Вегетативные клетки снова дохнут. Если остались какие-то незначительные количества спор, мы проделываем такую процедуру в третий раз через некоторое количество времени. Все бактерии выдерживают замораживание продолжительное. Так их хранят в различных коллекциях. Это леофилизация, высушивание подбарку и замораживание. Если клетки микроорганизмов поместить в 50% глицерин и положить в морозилку то они смогут там вполне храниться несколько лет. Капсула? Почему все-таки споры разрушаются? То есть это такая стабильная структура почему она не может бесконечно долго существовать? Если на нее не воздействовать очень неблагоприятными воздействиями типа кипячения, то скажем в вечной мерзлоте спора может храниться тысячи лет. И это никак ее не смущает. Она попадет в нормальные условия и прорастет. А вот при неоднократном кипячении все-таки ее клеточные попровы разрушаются. Обычно в лаборатории для стерилизации средств используют автоклавы. Там нагнетается пар под давлением. Для этого люди придумали еще такую характеристику как излишняя атмосфера или АТИ. И вот вы представляете в автоклаве помимо того, что пар еще и лишняя атмосфера. Обычно среды стерилизуют при 0,5 излишних атмосфер или при одной лишней атмосфере. При одной атмосфере стерилизуют среды, не содержащие сахаров. Потому что сахара и различные полимеры, такие как рахмал, при таких жестких условиях могут карамелизоваться или просто разваливаться. И тогда среда уже не вылет иметь таких свойств как подразумевалось изначально. споры тоже погибают при таких экстремальных воздействиях. А вот при тендеризации скорее споры не погибают, а прорастают в вегетативной клетке. И тут мы убиваем уже вегетативные клетки, которые проросли из этих споров. И не даем им в свою очередь образовать новые споры. Вопрос спора на счет того, что мы автоколируем бактейн. Смотрите, споры это по сути белковая облака. Они облака облучаются вещественно для тендерации белка. Правильно? Там не только белок. Да, там еще и библины. За счёт у меня повышения температуры белок разрушается, я не знаю, что происходит с гибидами, там гибиды... Ну, значительный плюс-спор для сохранения в неблагоприятных условиях то, что они полностью обезвожены. И вот такие воздействия способствуют тому, что оболочки даже не столько денатурируют, сколько даже могут растрескиваться. И, собственно, внутри спора находится генетический материал, который повреждается при растрескивании этих оболочек. Вот. Капсулы. Они могут быть вископодобными, могут быть полисахаридными. Но, в целом, для нескорообразующих бактерий они играют значительную роль, потому что предотвращают обезвоженные бактериальные телки. Все бактерии предпочитают жить там, где влажно. Есть, конечно, экстремалы, которые предпочитают очень соленые водоемы. И там уже вмешивается такой показатель, как активность воды. И поэтому можно считать, что в очень соленых водоемах доступные воды для бактерий мало. Но обезвоживание бактерий для нескорообразующих клеток губительное. Поэтому появляются капсулы. Капсула также может быть фактором патогенности. Допустим, у туберкулезной палочки, у микобактерий капсула из вископодобных веществ. И вредоносным действием на организм человека обладает как раз материал капсулы. Те липиды, из которых и воскарь, из которых она сложена. Капсула, прикрепляясь к клетке человека, вызывает некроз. И из-за этой капсулы антибиотики очень плохо проникают внутрь. Полисахаридные капсулы прежде всего несут в себе защиту от пересыхания. В природе очень редко какие-то бактерии существуют изолированные. Вот так вот по одной абстрактной бактериальной клетке. Они предпочитают куда-нибудь прикрепляться или образовывать так называемые биопленки. Фактически все бактерии в природе живут в форме биопленок. Недавно человек столкнулся с биопленками и в медицине. Оказалось, что это очень большая проблема. Потому что такими биопленками обрастают различные протезы в организме человека. Бактерии каким-либо образом попадают или в кровоток, или заносятся на этот протез и начинают его обрастать. Они покрываются полисахаридным матриксом, в котором находятся все клетки. Периодически из этого общего матрикса выделяются клетки одиночные, которые идут на поиски лучшей жизни, на поиски нового места обитания. Также в этом матриксе имеются специальные клетки персисторы, как их называют. Они имеют замедленный метаболизм и могут в этом матриксе переживать воздействие антибиотиков. Это еще кроме того, что сам полисахаридный матрикс, в котором находятся бактерии биопленки, сам очень плохо пропускает внутрь антибиотики. Поэтому сейчас в медицине огромная проблема борьбы с биопленками. Сейчас даже выявлено, что антибиотики в низких концентрациях стимулируют рост этих биопленок. Механизм еще не есть, но такие факты есть. Что еще есть у нашей бактериальной клетки? Цитоплазма – это понятно. В этой клетке имеются жгутики. Если где-то попадется вопрос, вращаются жгутики у бактерий против часовой стрелки. И вращение осуществляется за счет того, что механизм вращательный закреплен в цирплазматической мембране и прокачивает протоны. Снаружи клетки – внутрь. Жгутик вращается против часовой стрелки. Имеется вопрос, а против часовой стрелки? Когда мы смотрим ей вслед или когда она будет на нас? Когда мы смотрим ей вслед. Таких уточнений я еще ни в одном вопросе не встречала. Как-то непонятно. С одной стороны… Ну, когда мы смотрим на него сверху. То есть, когда она приводит от нас. Еще имеются фили или фингери. Это небольшие белковые выросты. При помощи этих структур бактериальная клетка заякоривается на субстрате. То есть, прикрепляется. А пили же сейчас где-то клетки не стоят? Ну, в колозах. Для взаимодействия клеток здесь, скорее, в меньшей степени. Есть специальные половые пили, при помощи которых бактерии обмениваются плазмидами. Плазмиды, поскольку имеют вот такую небольшую кольцевую структуру, легко передаются от одной бактериальной клетки к другой. Сейчас большой проблемой является устойчивость к антибиотикам. Бактерии научились очень быстро обмениваться плазмидами с устойчивостью к антибиотикам. И не только внутри одного вида, одного рода, но и более дальним своим родственникам научились передавать эти плазмиды. И стали появляться бактерии с множественной лекарственной устойчивостью. Эти плазмиды бактерии могут поглощать как из внешней среды, тогда этот процесс называется трансформация. Это можно даже записать. Способы переноса биотического материала в бактерии. Сразу можно их разобрать. Трансформация. Это поглощение плазмид или кусков хромосомной ДНК из окружающей среды. Трансформация. Процесс поглощения генетического материала из внешней среды. Это может быть как плазмидная ДНК, так и хромосомная небольшие куски. Если это плазмида, она просто проникает в клетку, и в случае, если там оказываются гены, которые могут быть полезны для бактерий, эта плазмида внутри клетки остается. Если это те же самые гены устойчивости к антибиотику, то бактериальная клетка вряд ли захочет их потерять и оставит у себя. Трансформация. Особенно если этот антибиотик присутствует в среде. Трансформация. Это другой вид переноса генетического материала, и осуществляется он при помощи бактериофагов. Трансформация. 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 и вирусы совершенно разные вещи. И что вирусы по своей природе не клеточная форма жизни. Клетки у них нет вообще никакой. Это вирусные частицы. Так вот, бактерии тоже болеют вирусами. И вирусы, поражающие бактерии, называются бактериофаги. Они заставляют клетки бактерий нарабатывать новые вирусные частицы, засовывая в них свой генетический материал. При сборе новых вирусных частиц внутри бактериальной клетки иногда получается так, что когда вирус выходит из хромосомной ДНК, он захватывает частички, небольшие участки хромосомной ДНК и иногда упаковывает их в свой капсид. Тогда, когда он идет заражать новую бактериальную клетку, он впрыскивает эти гены в новые свои жертвы. И там может произойти рекомбинация между генами хромосомной ДНК, новой бактерии жертвы, и теми генами, которые от старой хозяйки принес бактериофаг. И еще один способ обмена генетическим материалом у бактерий – это кодвигация. Можно вопрос, а почему вот эта бактериальная детка, которая создана бактериофагом, она загибает потом? Она загибает, ее разрывает, разумеется. Но генетический материал, когда бактериофаг проникает в клетку, он может находиться либо в виде плазмиды, которую впрыснул бактериофаг, генетический материал. Он может находиться в цитоплазме как в виде плазмиды, так и встраиваться в хромосомную ДНК. Вот если он встраивался в хромосомную ДНК, и уже прошел некий процесс сборки новых вирусных частиц, и пришла пора упаковывать генетический материал бактериофага, как апсид, то когда генетический материал вируса выходит из хромосомы, он может неровно вырезаться, не строго по тем сайтам, по которым должен, а еще захватывает небольшой кусок хромосомной ДНК. И, разумеется, когда собрано достаточное количество вирусных частиц, клетка просто разрывает, потому что она так жить больше не может, когда у нее внутри сотни этих бактериофагов. Извините, а получается так, что трансдукция ей невыгодна, потому что в итоге она получает генроформацию, но в итоге она все равно умрет? Ну это да, это не специально происходит. Ну как бы тогда затем его выделять как способ? Ну да, принес он какой-то... Его выделяют как отдельный способ, потому что его научились ученые использовать в генной инженерии. Вот, и есть специальные фаги... Не патогены, да? Которые как бы получаются... Они как не патогены, они по-разному. Но уже известны условия, при которых можно заставить этот фаг находиться только внутри хромосомы. И там, допустим, погрели, погрели там до 30-37 градусов. Фаг выходит, по нему он начинает лизировать клетки и выходит. И ученые точно знают, что вот в таких условиях фаг у нас живет внутри хромосомы. Мы меняем условия, он из этой хромосомы выходит, собирается. И захватывает кусок хромосомы. А зачем? Ну, как бы он лизирует клетки. Я просто не знаю, зачем они это сделали. В итоге просто, чтобы сказать, что вот при такой температуре это произошло и все. То есть из научного интереса? Нет, не из научного интереса. Потом... Ну, ученые обычно знают, куда встраивается фаг в хромосомы. Есть специальный сайт. И они подбирают так, чтобы этот сайт находился где-то рядом с теми генами, которые нужно будет перенести другим бактериям. И потом они этот фаг, подрощенный на одной культуре, переносят на другую культуру. И фаг переносит гены к новым бактериям. Вот. А потом фаг можно аккуратненько вырезать из этой хромосомы. Он оставит там гены бактерий. Ну, там пройдет рекомбинация, бактериальные гены останутся. А фаг аккуратненько вырезают. Такое тоже возможно. И третий, последний способ, это конвюгация. Как раз-таки конвюгация осуществляется при помощи половых пилинг. Конвюгация проходит между двумя клетками. Обязательно нужны половые пилинг. Наличие половых пилинг определяется наличием так называемых F-плазминга. Без F-плазминга половых пилинг у клетки быть не может. В конвюгациях участвуют две клетки. Одна с F-плазминга, одна ее не имеющая. Допустим, у этой клетки есть F-плазминга. Ф-плазминга, она образует вовольный дуковый мостик. У ф-плазминга очень небольшая молекула ДНК, но такая же двуцепочечная. Одна цепочка. Одна цепочка плазминга переносится в новую клетку. Это клетка ДНК, потому что отдает плазмингу. Это клетка Акцепта. Одноцепочечная часть плазминга переходит в клетку Акцепта. И тут же достраивается до двуцепочечной. Тут тоже появляется полноценная F-плазминга. Ученые, которые занимаются генной инженерией, тут же догадались подсаживать на F-плазмингу другие гены. Также необходимые для помещения новых штаммов в кафель. Несущие какие-то новые свойства. Которые необходимо передавать другим культурам. Получается она просто передает свою F-плазмингу? Да. Но сначала передается только одна цепочка. А потом в клетке Акцепта она достраивается. Потому что был скотч, но был бы все-таки тяжеловат. У донора остается F-плазминга? Да. У донора она тоже достраивается. И получаются две клетки, несущие F-плазмингу. Потом этот белковый мостик разъединяется, клетки расплываются и идут на новые свидания. Далее. Клетки бактерий маленькие, почти прозрачные, если они не являются фотосинтезирующими. Поэтому рассмотреть бактерии можно только под микроскопом. Чтобы бактерии рассмотреть, необходимо сделать микробиологические препараты. Условно препараты бактерий можно разделить на две группы. Это живые препараты и фиксированные. В свою очередь, живые препараты. Могут быть как неудивительные, как окрашенные, так и неокрашенные. Мы с вами на практику попробуем сделать прижизненную окраску. Но, правда, дрожжевых клеток. Это будет гораздо заметнее. Препарат раздавленная капля все делали? Нет? Препарат раздавленная капля делается как? Берется предметное стекло. На него наносятся бактерии. Сверху накрываются покровные стекла. Грязь упор escolоленья. Сверху название бактерии. Так, full перестили? Вот у нас с вами предметное стекло. Вот предметное стекло наносит капельку воды. Конечно, все зависит от того, на чем у нас растут клетки бактерий. Они могут расти в живой среде, то есть каплю воды наносить уже не нужно. Можно просто отобрать каплю из культуры бактерий. Или же, если они растут на плотной среде, необходимо сначала нанести каплю воды, потом специальной микробиологической петлей отобрать некоторое количество бактерий и внести их в эту каплю. Сверху капелька придавливается тоненьким охранным стеклом, химик раскопируется. Препарат висячая капля. Есть стекла специальные вымки. Вот здесь на предметном стекле вымка. Чаще всего с такими стеклами микроскопируют простейших и каких-нибудь водорослей, чтобы не раздавить случайно покровным стеклом. Туда наносится капелька воды. Иногда тоже накрывается покровным. Потом переворачивается. Если стекло хорошо обезжирено, то иногда покровное стекло даже не требуется. Еще я знаю, что сейчас у нас на практикумах, скажем, пазологии беспозвоночных, не делают препарат висячая капля, а делают ножки из пластилина у покровного стекла. То есть уголочками немножечко тыкают пластилин. и получается как бы столик на четырех ножках, под которым находится капля воды, скажем так, инфузории или амебы. Для чего это нужно? Чтобы не раздавить объекты, которые мы с вами. Бактерии мы не раздавим. А вот амебу или водорослей запросто. Можете повторить про висячую каплю, как вы сделали все это? Ну, что бы записать? Ну, есть стекла со специальной вылеткой. Вот, обычно висячую каплю делают на них. Ну, сейчас это встречается все как бы реже и реже. То есть то же самое, что раздавленная капля, только со свиньбами? Да. И как бы взгляд с тормашками, получается. Фиксированные препараты. Почему одни живые, а другие фиксированные? Что значит фиксированные? Жене живые. Жене живые. Совершенно верно. Фиксированные препараты. А, еще про окраску живых препаратов. Иногда капли культуры на предметах стеклышка добавляют немного красителей. Это может быть или метиленовый синий, или какие-то другие красители, немного разведенные. Тогда получается, что живые клетки из своей цитоплазмы выкачивают краситель. А мертвые клетки не могут его выкачивать, они уже умерли. Краситель так и остается в цитоплазме. И на биофаке, на микробиологии есть задачи в практикуме, на котором ведется подсчет живых и мертвых клеток дрожжей. И именно так это и определяют. Добавляют к дрожжам некоторое количество красителя, ждут примерно 10 минут, а потом считают. Живые клетки краситель выкачивают, смотрятся гораздо ближе. А мертвые клетки приобретают густую насыщенную окраску. Из-за того, что краситель уже выкачать не могут. А с обычными бактериями делать такое довольно тяжело, потому что если клетки очень мелкие, то мы не рассмотрим как следует. Какие из них там очень темные окрашены, какие светлые, посчитать тоже вряд ли сложно. Вот с дрожжами получается хорошо. Вы с вами такое на практику не делали. Фиксированный препарат. Простая сложная окраска. Что это значит? Простая окраска, то есть одним красителем. Грубо говоря, приготовили мазок, налили краситель, подождали минуту, промыли, микроскопировали. Сложная окраска. Это окраска по грамму или окраска спор. Есть способы, которые позволяют прокрасить отдельно в один цвет цитоплазмы спорообразующих клеток, а другой краситель прокрашивает споры. И получается на самом деле очень красиво. Можно добиться того, что споры будут иметь нежно-голубой, такой небесный цвет, а цитоплазмы красную окраску. Но чтобы сделать фиксированный препарат, необходимо правильно сделать мазок. Препараты делаются на предметных стеклах. Для начала это предметное стекло необходимо обезжирить. Потому что если оно заляпано руками, плохо промыто, затем, когда мы будем наносить клетки бактериц, нам нужно будет распределить их в этой капле. Если стекло не обезжирено, то капля будет находиться на стекле такой вот блямбы и никуда не будет размазываться. Это плохо, потому что препарат может получиться очень большим, и отдельных клеток вы не увидите. Затем, после того, как мы протерли стекло спиртом, мы вносим в клетки бактерий. Почему здесь стоит звездочка? Опять-таки все зависит от того, на чем у нас растут клетки бактерий. Для примера, у меня есть с собой вот такие вот милейшие чашки в Петре с дрожжами. Такого нежно-розового цвета. А есть уже суспензия. Чтобы сделать препарат с дрожжами с чашки, нам необходимо будет на стекло сначала нанести каплю воды, а потом в эту каплю вносить в клетки дрожжей. Если мы используем уже готовую водную суспензию, то нам достаточно просто отсюда взять каплю суспензии клеток и поместить ее на предметное стекло. Воду туда добавлять уже не обязательно. Опять-таки все зависит от густатой суспензии. Если она непрозрачная и выглядит как молоко, конечно, лучше разбавить. Потому что отдельных клеток вы не увидите, получится сплошная корка, и препарат придется переделывать. Все-таки когда делают микробиологический препарат, подразумевается, что вы сможете рассмотреть отдельные клетки. После того, как клетки бактерий внесены, их распределяют по стеклу на некоторой площади. Не нужно делать небольшую вот такую вот пятышку. Вот так вот делать не надо. Это очень мало. Распределяете, размазываете по стеклу. Если у вас там есть комочки, это не смертельно. Если на остальной части препарата есть зоны с нормальным распределением бактерий. Когда там нет комфорта, и когда следует этап высушивания, третий, после высушивания вы видите, что там такая небольшая, тоненькая, почти прозрачная клетка. После того, как высушивают мазок, его фиксируют в пламени. Для чего нужен этап фиксации? Кадыри, умерли. Они умерли раз. Это отлично. Чтобы не смыть, когда покрасишь. И чтобы не смыть, когда мы будем окрашивать. Два самых важных пункта. Первый. Клетки бактерий погибают. Это действительно так. У них частично разрушаются клеточные покробы, красители легче проникнуть в мусор. Второй пункт. Клеточными оболочками они как бы привариваются к предметному стеклу. И мы можем окрашивать препарат водными жидкими красителями. Клетки бактерий у нас уже никуда не уплывут, никуда не делаются со стекла. И вот такой вот этап приготовления мазка нужен для любого фиксированного препарата. В прошлом году на московском этапе сервиса нужно было делать препараты из молочно-кислых продуктов. То есть там мы брали каплю какого-нибудь кефира, наносили на предметное стекло. Кто-то размазывал как следует, кто-то не размазывал, кто-то вносил дополнительно воду, кто-то не вносил. У всех получалось по-разному. Если вы делаете препарат из вот такой вот неоднородной массы, к тому же вы знаете, что ну все оттуда бактерии, лучше немного разбавить. Не бойтесь, вносите некоторое количество воды. Если снова там вас попросили делать препараты из кисломолочных продуктов, пусть у вас лучше будет тонкий слой на предметном стекле. Бактерий там все равно немного, зато вам не будет мешать дематурированные козьи, которым было на препаратах предостаточно, если делать так и разводя. И часто клеток бактерий даже не было видно или они были неразлечимы среди помпов-былков из этих молочных цифров. А сильно разбавлять воду или нет? Например, воду или к одному. Мы с вами на практике мы попробуем делать свои препараты, и вы сами, потрогав это, поймете, как лучше делать. Все-таки какая-никакая практика. После вот приготовления такого мазка можно просто нанести одноцветный краситель, подождать минуту, полторы-две, промыть водой, и вы получите препарат, окрашенный в бактерии. Но есть сложные окрашивания, и как пример такого сложного окрашивания, мы с вами рассмотрим окрашивание бактерий по граммам. Знать его нужно очень часто встречается как в тестовых вопросах, так и на практических заданиях. Поэтому давайте разберем. Здесь у нас вот такая вот жуткая картинка. Сейчас я все расскажу. Способ окрашивания бактерий по грамму был изобретен ученым по фамилии грамм. С одной буквы М. Грамм. Не смешите проверяющих потом. Это, конечно, забавно, каждый раз встречается, но не надо. В 1884 году. Грамм понял, что если окрашивать последовательно бактерии двумя контрастными красителями, синим и красным, то одни бактерии приобретают красную окраску, а другие синие. Тогда он еще не знал, в чем дело, почему так получается, но, тем не менее, это окрашивание прочно вошло в жизнь и начало использоваться. Во время граммы основная систематика бактерий основывалась на их нарфотипах. Все представляют себе морфотипы бактерий? Морфотип? Хорошо, давайте вспомним. А, в этом плане вы имеете? Да. То есть, коки. Да. Спасибо, что сейчас я вам люблю. Спирилы. Морфотипы. Иногда их требуется посчитать. Допустим, перечислите морфотипы, которые вы видите на своем препарате. Очень тяжело перечислять морфотипы, когда вы их не знаете. Согласитесь? Практически невозможно. Так вот. Морфотипы – это именно внешние очертания для этих бактерий. Они могут быть просто одиночными, круглыми кокоски. Могут объединяться в пары. Диплокоски. 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 Иногда бывает, когда вы находите на своих препаратах как бы и тетра-кока, но он объемный. Сзади вот этой четверки клеток, да, в виде кокоски, круглых клеток, наблюдается еще четыре. У меня с рисованием тетра-кокоски очень плохо. Как бы за четверкой, за тетра-коком еще один тетра-кок. Устойчивое скопление – это сорцин. Бывают цепочки из круглых клеток. Как они называются? Стрептопоки. Бывают, как бы, грозневидные скопления. Скопление. Это стафилокок. Очень часто в биологии, в экологии, ну и в других науках, если вы знаете значение корня слова, то вам гораздо проще понять, что оно означает. Допустим, стрепта – это не телевиорка, а стафила – гроздь. Ученых вдохновил внешний вид, очень напомнивший им гроздь винограда. Также, помимо круглых клеток, бактерий могут быть палочкой. Да, действительно, их можно называть палочки изи-поцилуи, но есть таксон, который называется «поцилуи», и поэтому иногда вас могут неправильно пометить. Если вы напишите, что кишечная палочка имеет монфотип «поцилуи», ну, нехорошо. Ставьте просто палочки. А там же еще количество палочек. Да. Есть еще цепочки из палочек. По стриптопокок. По аналогии с стриптопококами, их называют «стрептобацилуи». И «стрептобацилуи» действительно чаще всего относятся к таксону «бацилу». Так что тут уже путаницы не возьмутся. Тодалее, на более экзотических формах. Допустим, спирлина. Вот такая вот прелесть. Вибрион. Вибрион. Один из главных мерзких представителей вибрионов – это холерный вибрион. Удивитель холер. Но надо отметить, что вибрионы бывают посвободно тягущими и совершенно не патогенными. Так что «борфотип» еще не означает стопроцентную патогенность. Допустим, стафилокоп. У всех, кто устат, золотистые стафилокопы. Это условно-патогенные бактерии. Да, действительно так. Но бывают не совсем патогенные золотистые стафилокопы. У нас на коже они живут очень часто. Большинство людей, они не вызывают никакого дискомфорта. Но при ослаблении иммунитета могут вызывать раздражение кожи, нагнадонение, ангинотипмония и еще кучу всего. А есть штаммы золотистых стафилокопов, которые обязательно будут патогенными и обязательно будут вызывать заболевания. И еще есть вот такие вот изогнутые стафилки. Это стафилки. Ну, с основными ворпотипами, пожалуй, все. И вот когда грамм придумал свой способ окрашивания, к тогдашней систематике бактерии добавился еще такой пункт, как окрашивание, тип окрашивания по граммам. Стали выделять грамм положительной корки, грамм отрицательной корки, грамм положительной стафилокопы, грамм отрицательной стафилокопы. Это стало еще одним пунктом в классификации бактерий. Казалось бы, сейчас уже, когда мы знаем множество способов, как с помощью генетических методов точно и быстро идентифицировать бактерии, это окрашивание нам уже не пригодилось. Но до сих пор используется окрашивание по граммам. Оно используется в медицине, когда, если больница может себе позволить держать лаборанта, который будет брать мазки у пациентов, окрашивать их. Тогда этот лаборант делает свою работу, записывает врачу результат, врач смотрит. Ага, обнаружена, скажем, грамм положительной стафилокопы. Уже давным-давно известно, что тот же самый золотистый стафилокоп – это грамм положительной стафилокопы. Кишечная палочка, синегнойная палочка – это грамм отрицательные палочки. И вот врач видит то, что пишет лаборант и думает, значит, надо пациенту выписать антибиотики против грамм положительных бактерий или против грамм отрицательных. Потому что антибиотики тоже бывают разными, и у них есть свой приоритетный спектр действия. Если вы почитаете описание к самым распространенным антибиотикам, там будет написано «активен в отношении грамм положительных каких-то форм» и «меньшей степени против грамм отрицательных». Или наоборот, приоритетный спектр действия – это грамм отрицательные бактерии. Врачу это помогает сэкономить время и бить по возбудителю заболевания гораздо точнее. Потому что если назначить сразу антибиотик очень широкого спектра действия, который будет убивать все бактерии, то можно довести своего пациента до очень сильного дисбактериоза, от которого он будет, вероятно, лечиться даже дольше, чем от самого заболевания. Иногда в молекулярно-биологических лабораториях, которые работают, скажем, с кишечной палочкой, прибегают к окрашиванию бактерий по граммам. Даже на моей практике было, когда к нам пришли молекулярщики и начали говорить, «Вот, мы работали с кишечной палочкой, у нас открытие, вы получили из палочек коке». «Ребята, давайте покрасим их по грамм». «Упса, они грамм положительные». «Ребята, вашей кишечной палочки давно нет. Вы знаете об этом». «Они очень расстроились. В процессе пересевов заразили культуру и кишечную палочку забили в какие-то ненятные коки. Пришлось доставать кишечную палочку из закладок и переделывать много-много экспериментов. Но иногда действительно бывает, что в процессе некоторых генетических манипуляций кишечные палочки теряют электричную стенку и действительно становятся более похожими на небольших кок. «Да». «Последний вопрос. На антибиотике, собственно, действуют, как яицейные, они действуют на клеточную стенку бактерий и не будут им размножаться. Правильно?» «Да». «Во время размножения они не дают завершить процесс размножения. И окрашивание программы, собственно, влияет на клеточную стенку. Она же определенный цвет окрашивает определенную клеточную стенку. Так вот, я хотел сказать, что есть прямая взаимосвязь. А вы сказали, есть антибиотик, который действует на грамм положительных бактерий. То есть есть определенный взаимосвязь с цветом, который…» «Ну, это даже не те. Я сейчас расскажу про устройство клеточных покровов, грамм положительных, грамм отрицательных бактерий. Станет, может быть, понятен. Есть антибиотики, у которых разный тип действия. Какие-то влияют на клеточную стенку. Как венецин, он не дает строиться мурыне. Просто прерывает этот процесс. Действительно, большая часть антибиотиков, да практически все они, влияет только на растущие клетки. Если культура не растет, на нее очень тяжело подействовать антибиотиками. В этом проблема вот этих клеток-персисторов в биопленках. У них очень замедлен процесс метаболизма, и антибиотик на них практически не действует. Есть антибиотики, которые встраиваются в цитоплазматическую мембрану, и фактически делают там огромные дыры, и клетка вытекает. Есть антибиотики, которые связываются с рибосомными частицами и блокируют процесс биосинтеза белка. Но если процесс биосинтеза белка в растущей клетке не идет, она тоже погибает. Когда грамм придумал свое окрашивание, он не знал, почему возникает такая разница в цвете у бактерий. Потом, уже много лет спустя, с развитием цитологии, налоги о клетке, стало понятно, что все это происходит из-за того, что клетки бактерий имеют разное строение наружных клеточных покровов. Вот здесь, правда, может быть не очень заметно, внутри клеточки показаны, вот она такая сине-фиолетовая, здесь красная. Соответственно, бактерии, которые окрашиваются в синий цвет, это грамм положительные, Те, которые окрашиваются в красный, грамм отрицательные. Пример один из школьников предложил, как это можно проще запомнить. Красное слово, такое негативное. Да, красный. Грамм отрицательный. Просим, не писать. Грамм отрицательный. Значит, плохой. Плохой, значит, красный. Красный, значит, кишечная палочка. Ребенку будет 10 лет. Действительно, самым ярким представителем грамм отрицательных клеток, грамм отрицательных бактерий является кишечная палочка. Поэтому, даже если вы вдруг запутались, забыли, вот такая вот цепочка кажется довольно убедительной, чтобы запомнить, кто есть кто. Грамм положительные бактерии имеют плотную клеточную стену. Вот здесь. Селвейн. Из гурины. Видите, какая толстая? На циклоплазматическую мембрану. Грамм отрицательные. Тоже имеют клеточную стенку. Вот этот вот тоненький слой. Циклоплазматическая мембрана у них совершенно одинакова. И дело не в ней. Первое отличие. Толщина клеточной стенки. У грамм положительных гораздо толще. У грамм отрицательных где-то в 10 раз тоньше, чем у грамм положительных. Плюс у грамм отрицательных бактерий появилась так называемая внешняя или наружная мембрана. И она не аналогична. Циклоплазматическая. Внутренний слой. Это да, такие же фосфолифиды. А вот внешний слой состоит из других липидов, которые имеют еще липополисахаридные хвостики. Здесь они отмечены зеленым. Может быть их очень хорошо видно. Стоит еще сказать, что вот эти липополисахаридные хвостики у грамм отрицательных бактерий для нашего организма являются антигенами. То есть именно на них ориентируется иммунная система при попадании бактерий к нам в организм. У грамм положительных бактерий, здесь они не показаны, но клеточная стенка из мурина имеет несколько слоев. Наслаивающихся друг на друга с поперечными шивками. Но еще ко всему прочему, они пронизаны тейхоевыми кислотами. Тейхоевые кислоты есть только у грамм положительных бактерий и являются обязательным компонентом клеточной стенки. Тейхоевые кислоты тоже выполняют антигенную роль у грамм положительных бактерий. Также, вероятно, служат для укрепления каркаса клеточной стенки и могут связываться с некоторыми ионами металлов. Как мы окрашиваем бактерии по грамм? Сначала следует этап окрашивания таким красителем, как генциановый фиолет. После генцианового фиолетового через минуту вносится раствор йоголя. Раствор йоголя это раствор кристаллического йода, йод-2, в соли калий-йод. И генциановый фиолетовый вместе с раствором йоголя образуют прочный комплекс, который находится под клеточной стенкой. Считается, что где-то на границе с цитоплодоматической мембраной. Разумеется, краситель тоже проходит в цитоплазму, но нас интересует именно то, что происходит под клеточной стенкой. После того, как мы вносим раствор йоголя, нужно подождать 30 секунд, как говорят, до почернения. При добавлении йодного раствора генцианового и фиолетового, там все сразу чернеет, переливается золотистым цветом, ждете 30 секунд и промываете спирт. Вот эта жесткая отмывка спирта позволяет клеткам граммоприцательных бактерий обесцветиться. За счет того, что у них очень тонкая клеточная стенка, комплекс генцианового, фиолетового и раствора йоголя вымывается из клеток, они становятся прозрачными, такими бледно-бледно-голубыми. У граммоположительных бактерий синий-фиолетовая окраска сохраняется. Она не вымывается из-за того, что клеточная стенка настолько прочная. После спирта можно промыть водой, а после докрасить красным красителем, сафранином или фуксином. Красный является контрастным к фиолетовому цвету, поэтому даже в одном мазке мы сможем различить граммоположительные и грамотные отрицательные клетки. Ну и после приготовления препарата его необходимо высушить и микроскопировать, потому что если случайно повредить водой объектив, то он может испортиться. Так вот, уже на этапе промывания спиртом, если препарат сделан правильно, если культура нормальная, можно сказать, где у вас находятся граммоположительные бактерии. Они будут иметь насыщенный синий цвет, граммоположительный обесцвеченный. И потом, именно чтобы их увидеть, мы докрашиваем красным цветом. Потому что часто говорят, что... Ну вот почему граммоположительные, спрашиваю, я окрашиваю в синий, а граммоположительный в красный. Тут начинается поток мыслей. Они не докрашиваются, перекрашиваются, не выпускают в себя красители и так далее. Ерунда. Используется два разных красителя. Сами сделайте еще и запомните. В результате получается вот именно такая картина. Красные граммоположительные и синие, или скорее разум, у нас с вами будут черные. Ой. Красные граммоположительные и синие граммоположительные. У нас с вами они будут более черного такого цвета, потому что это сделано, во-первых, на хорошем микроскопе, и интенсивность цвета, которая идет, она достаточна для того, чтобы он полностью пробул клетку. А на тех микроскопах, с которыми мы с вами будем работать, лампа недостаточно сильная, чтобы вот мы увидели настолько красивую картину. И еще раз. Граммоположительные. Плотная клеточная стенка. Комплекс генцианового и фиолетового раствора люголика не вымывается наружу спирта. Граммоположительные. Клеточная стенка тонкая. Генциановый и фиолетовый раствор люголика выходят при промывании клетки спиртом. И чтобы их увидеть, мы докрашиваем красным. Поэтому они окрашиваются красным. Граммоположительным клеткам уже не страшно, потому что они приобрели насыщенную окраску. Единственное, что может поменяться, это, ну, разве что, оттенок. Из синих они станут, там, синий фиолетовый. Но глобально в окраске ничего не изменится. Далее мы с вами переходим к такому вопросу, как отношение бактерий к различным физико-химическим факторам. Это сугубо, ну, как бы я сказала, надуманные понятия, которые характеризуют то, что реально происходит в природе. Основными физико-химическими факторами, которые будут воздействовать на клетки бактерий, будут температура, кислотность среды, или PH, наличие молекулярного кислорода и соли в среде. Охарактеризовать отношение бактерий к тому или иному фактору окружающей среды можно, изучив график их роста. Так сказать, краткий экскурсеркологии, микроорганизм. Классические микробиологи, которые занимаются физиологией роста бактериальных клеток, постоянно снимают графики роста клеток. В зависимости от состава среды, температуры, внесения тех или иных антибиотиков в клеток. В фасе Y мы отложим количество клеток. В фасе X давайте отложим температуру. Есть бактерии разных групп по отношению к температуре, но для всех, для них, можно изобразить простейший график. При определенных температурах, недостаточно высоких, они вообще могут не расти. И там кривая роста у нас будет просто на минуту. Потом в какой-то момент они начинают расти. Растут, растут, достигают некоторых оптимальных значений температуры. А потом при последующем повышении температуры количество бактериальных клеток идет на спад. Иногда это бывает плавный спад, иногда более резкий. В любом случае, у нас для любого фактора будет некоторая область оптимума и некоторые области толерантности, в которых бактериальные клетки еще могут существовать, но растут недостаточно хорошо. И крайние точки, на которых уже не наблюдается рост или еще не наблюдается рост, можно считать критическими точками, границами, которые ограничивают, в данном случае, температуру, и которые могут расти неправдолизм данного уровня. Иногда по оси х, даже нет, скорее по оси у откладывают логарифм количества клеток. Так что не побоитесь, когда увидите такое. Итак, по отношению к температуре можно выделить такие экологические группы бактерий. Здесь в стопках указаны оптимумы. Мизофилы. Это типичные бактерии, которые живут в нашей с вами полосе, в той же самой почве. Многие из них спорообразующие. Они благоприятно растут при высоких температурах, ну 25-30 градусов. Некоторые из них могут жить при температуре человеческого тела. Патогены, скажем. Они тоже мизофилы. Но, скажем, 38-40 градусов уже будет многовато. Могут выдерживать понижение температуры. Это первое, самое распространенное. Затем есть психофилы. Оптимум температур роста у них находится где-то при 10-15 градусах. Меньше 20. Это бактерии зон вечной мерзлоты, например. Там же тоже в почве есть бактерии. Кстати, почвы то есть не так и много. И с ними работают при пониженных температурах в специальных холодных условиях. Есть еще такая группа, как психотрофы. Иногда ее выделяют, иногда нет. Психотрофы очень близки по оптимуму температуре роста с мизофилов. Психотрофов, например, мы можем встретить в холодильнике. Наверняка у всех зарастали продукты в холодильнике или там протухали. Это благодаря действию психотрофов. Они отлично растут при комнатной температуре. Даже могут расти при более высоких температурах. Но и в холодильнике им живется тоже нормально. Они медленно, но верно растут и достигают своей цели – питательных веществ. Еще выделяют группу термофилов. 65 градусов оптимума температура. Это уже разные бактерии, которых можно найти. Например, в тропиках. Но тоже не везде, а скорее в засушливых местах. Иногда они живут неподалеку от гейзеров, горячих источников. Но уже ниже по течению, не в самом, так сказать, центре температуры. Где погорячее предпочитают экстремальные термофилы, которые живут в диапазоне температур от 80 до 50 градусов. Вот они уже предпочитают жить поближе к горячим источникам, гейзерам. А гипертермофилы сейчас среди них известны археи. Вот это вот уже настоящие экстремалы, которые могут жить практически у самого выхода чёрных курильщиков и гейзеров. Это деление по температурам довольно условно, но всё-таки стоит знать, что есть такие группы. Если показать график, вот примерно такой. Здесь не все группы представлены, но вы можете видеть, что у них очень часто перекрываются границы, при которых они могут расти. Так что, опять же, какой-нибудь психорофил может перекликаться с мизофилом. Вот, скажем, в этой области. Психоротроф вряд ли пересечется с термофилами, но, тем не менее, они могут расти при близких температурах. Это чтобы вы представляли, что вот это разделение условно. Нельзя чётко сказать, что вот он, именно там, мизофил. По отношению к ПАЖ среды здесь уже можно быть точнее. Нейтрофилы, которые предпочитают нейтральные условия ПАЖ от 6 до 8. Ацидофилы – это ПАЖ меньше 6 соответственно. И алкалифилы, любители щелочных условий, живут при температуре при ПАЖ где-то от 8 до 8,5. Очень часто алкалифилы сочетают в себе свойства устойчивости к повышенным содержаниям соли в среде. Примерами ацидофилов могут являться молочно-кислые и уксусно-кислые бактерии. Почему так называются? Они по ходу своей жизнедеятельности выделяют кислоты, сквашивают молоко и подкисляют в среду обитания. То есть ПАЖ у кисломолочных продуктов кислый. В прошлом году на Олимпиаде у меня тоже был мальчик, который сделал все задания, сделал этот несчастный препарат из кефира, не зажарил его, все увидел, что нужно. Но нужно было померить ПАЖ. И там был индикатор бромтимоловой. Мальчик все сделал, у него все получилось очень красиво. А время уже исход, мы торопим ребятам. Я говорю, ну вот смотри, у тебя что получается? Ну вот ПАЖ. Хорошо, ПАЖ, по цвету индикатора он какой? Кислый. Хорошо, значит, что делает молочно-кислые бактерии? Мальчик берет и пишет, молочно-кислые бактерии защелачивают в среду. Вот, так что бывает. Молочно-кислые, именно поэтому кислые, закисляют. Ацидофилы, молочно-кислые, в основной группе. Вот здесь по отношению к кислороду. Довольно мерзкая классификация, и вряд ли она вам пригодится, будем честны. Но стоит знать, что среди аэробов, настоящих и аэробов, есть свое разделение на отношения к кислороду. Аэробы могут быть облигатными, которым необходим кислород, который дышит кислородом. Факультативная, например, кишечная палочка. Она может вполне себе хорошо расти без кислорода, бродить. Но если кислород среди кислотствует в небольших количествах, то она растет лучше. А также есть микроаэрофилы. Допустим, бактерии, которые живут где-то в гнилостных лесках, где есть достаточное количество органики, которые они могут в одно время спораживать, а в другое время просто дышать аэробами. Им уже кислород нужен в небольших количествах для поддержания процесса аэробов. А аэробов делят, в свою очередь, на две группы. Это аэроколерантные организмы. Аэротолерантным анаэробам кислород не очень сильно вредит, если он присутствует в среде. Никак не стимулирует рост, но и не вылетает. А вот облигатные анаэробы очень плохо относятся к кислороду. Кислород для них губитит. Почему это происходит? У них могут быть не развиты системы антиокислительной защиты, или же могут быть ферменты, которые выходят из строя при попадании кислорода в среду. Допустим, азотофиксирующие бактерии. Фермент, который осуществляет фиксацию азота, антрогеназа, имеет в составе металл, который при контакте с кислородом окисляется, фермент выходит из строя, клетка бактерий погибает. Из аэробов, наверное, стоит знать такой организм, как микрокопус лютерус. Кстати, мы его с вами будем использовать при окрашивании по грамме, и как безвредная бактерия наверняка он часто встречается не только у нас на биофаке в качестве объекта, но и в других местах. Он является типичной бактерией из кожи, поэтому выпить его не составляет труда. И последнее по отношению к солёности среды. Представляет несколько групп. Красноводные, которые не переносят высоких количеств от сосудов, галлотолерантные, которые, ну, например, почвенные обитатели, могут выдерживать изменения солёности среды в довольно широких пределах. Морские, они уже не выносят широких приваний солёности, и существуют в диапазоне от 2,5% до 5% натрия-хлора в среде. Умеренные галлофилы, это 5,15% натрия-хлора. Экстремальные галлофилы, практически до насыщения раствора соды. И такая группа, как галло-алкалифилы, это бактерии содовых озёр. Содовые озёра сочетают, во-первых, очень высокие значения pH, чуть ли не до 10, а то и больше соды, и значительное количество соли. И, тем не менее, бактерии могут там расти. И среди таких бактерий имеются и циано-бактерии, фотошипериды, которые часто составляют даже основу биома таких содовых озёр, потому что они образуют биомассу, фиксируют азот, и потом могут использоваться животными в качестве и форме. Содовые озёра, то есть они как бы составляют биомассу? Там очень высокая половина концентрация соды, потому что они находятся где-то неподалёку от содовых месторождений. И там действительно можно обнаружить жизнь. В Казахстане есть несколько содовых озёр, на которых сейчас ведутся, ну и давно ведутся исследования. И у нас вот ближе к границе с Казахстаном тоже у нас насчитывается несколько солёных и содовых озёр, которые постоянно приводят какие-то пробы, а зачастую это циано-бактерии. Эти циано-бактерии тоже очень часто имеют спутников, которых от них практически невозможно убить. Видимо, тоже из-за того, что условия обитания непросты, им пришлось как-то кооперироваться. Среди бактерий, допустим, имеет место межъедовой перенос различных элементов, допустим, водорода, бактерии в сообществах могут передавать друг другу различные питательные элементы. Ну и почему их вообще образуются в сообществах? Не просто потому, что бактериям так нравится жить вместе, а потому что кто-то образует те вещества, которые может потреблять другой организм. Или, допустим, в сообществе есть азотфиксаторы, а есть бактерии, которые азотфиксировать не могут. И они потребляют уже готовую органику и фактически являются таким довеском. Но, тем не менее, эти сообщества поддерживают себя достаточно продолжительное время и могут выдерживать изменения условий среды обитания из-за того, что в состав входит много видов. Как известно, чем больше видов в составе любого сообщества, тем оно устойчивее к внешним воздействиям. Так, вот, а теперь азотфикса. Мы с вами сейчас потрогаем метаболизм бактерий. Здесь есть вот такая вот схема. Некроорганизмы лучше считать бактерии. Можно разделить на них последовательно на несколько разных групп. Прежде всего, на фототрофу и хемотроф по способу получения энергии. Затем добавляется автотрофия или гетеротрофия. Это уже по способу получения углерода. Соответственно, автотрофы получают углерод из СО2, то есть фиксируют углекислоты. А гетеротрофы потребляют готовые органические вещества. Вот эта фототрофия или хемотрофия – это то, что заставляет фактически движать электроны по электронно-транспортной цепи. И затем следующее разделение на литотрофы и органотрофы. Да, страшно. Литотрофы окисляют неорганику, а органотрофы окисляют органику. Сейчас мы совсем этим попробуем разобраться. Можете еще раз? Я попробую это нарисовать. Есть такая упрощенная схема. Мастер-лодорфы окисляют. Используют вещества. Нет, обычная эльфа. Повторяю. Спасибо. Спасибо. По способу получения углерода, соответственно, автотрофы и гетеротрофы. По способу получения энергии, автотрофы и гетеротрофы. В результате получаем вот такой вот обрежь. И, соответственно, на перекрестках сочетаем только автотрофы. Спасибо. Фото гетеротрофы. Хема автотрофы. И хема гетеротрофы. Выглядит зуб. Главное, чтобы вы понимали. Бактерии живут повсюду. Но вот без преувеличений. Абсолютно везде. И они научились приспосабливаться к самым разным условиям среды. К самым разным элементам в среде. Поэтому четко разделите их на тех же самых автотроф и гетеротроф. Невозможно. Многие фототрофы, какие-нибудь зеленые бактерии. Казалось бы, зеленые бактерии фотосинтезируют. Все хорошо. Или нет, цианобактерии. Еще лучше. У них две фотосистемы, как и у растений. Предки хлоропластов. Цианобактерии с радостью съедят всю глюкозную среду. И кто они после этого? Гетеротрофы. Относят их вообще обычно к фотоавтотрофам. И все, вообще практически все бактерии, которых мы считаем автотрофными, если найдут в среде органику, съедят ее не задумываясь. Особенно, если эта органика очень легко доступна. Типа то, если глюкоза, сахароза. Гораздо проще органика получить извне, чем фиксировать. Фиксировать СО2 бактерии могут, ну как минимум, семью разными способами. Вам они все не нужны. Но если вы знаете эти способы и даже из других курсов лекции, это очень хорошо из других предметов. К таким способам фиксацию угли кислоты можно отнести самое распространенное. Это цикл халлир. Это растения, бактерии? Бактерии, да. Автотрофная фиксация СО2. Цикл карбина. Цикл трикарбоновых кислот или цикл арбина. И так называемый ацетилкуапу. Вот, пожалуй, три самых основных. Если вы не знаете ацетилкуапу, то это совершенно ничего страшного. Поверьте, многие студенты после курса микробиологии его тоже не знают. Цикл карбина и цикл арбина. Вот как минимум два. Если вы их знаете, то это уже хорошо. Вряд ли из вас в Олимпиаде спросят больше. Реакция цикл карбина? Ну да. Весь цикл карбин. Он же нужен для фиксации СО2. Вот. Вот. К чему бы это? Профиксацию СО2. Сейчас я буду показывать страшные картинки. Но только показывать. Даже не фотографируйте и не думайте. Это цикл карбин. И вот здесь у нас расходуется восстановительный превалент. Плюс расходуется АТР. Нехорошо. Ну, зафиксировали, конечно, СО2. Намного на это израсходуется. Восстановительный цикл трикарбоновых кислот. Он же цикл арбина. Здесь у нас тоже расходуется. Раз восстановительный превалент. Раз расходуется АТФ. Раз восстановительный превалент. И еще восстановительный превалент. АТФ расходуется. И еще АТФ. Очень затратно. Здесь уже не очень хорошо видно. Это ацетин-хоакут. Здесь у нас тоже в одном месте расходуется отряд. Расходуется восстановительный эквивалент. Здесь тоже расходуется восстановительный эквивалент. Но здесь, правда, получается отряд, так что ладно. Расходуется очень много восстановительных эквивалентов, которые при прочих других условиях можно использовать, скажем, в процессе биосинтеза. Угнать эти циклы очень долго. И фиксация СО2 часто проходит не так эффективно, как выглядит из уравнения. Поэтому большая часть тех автотрофов, которых мы привыкли считать автотрофами, на самом деле с радостью съест организм. Легко доступны из среды. Это может быть глюкоза, сахароза, другие там моносахариды, ацетат. Не пугайтесь, вот это вот деление на типы питания, оно очень условно. У бактерии оно условно как никогда. Потому что когда ты узнаешь, что, да, вот скажем, такая-то бактерия, всю жизнь она была автотрофой. Но оказывается, что она потребляет еще гору органики, еще, если что, она может окислять какой-нибудь сероводород, и ничего что не пропадет. Но в условиях, когда в среде органики нет, они действительно фиксируют СО2. Иногда бывает, что у каких-то автотрофов, в силу того, что они уже достаточно долгое время обитают в неизменных условиях среды, куда органика просто не попадает, просто из генома элиминируются гены, ответственные за образование транспортера для органики. Такое тоже бывает. И вот такие автотрофы, евроэтистинными автотрофами, даже если органику в среду добавить, они ее не смогут никак потребить, потому что просто в клетки принести их смогут. Так. Хорошо. По способу получения энергии. Фототрофа и хемопровода. Главный смысл фототрофии в том, чтобы за счет энергии света создать очень сильный восстановитель. За счет энергии света они получают возбужденный хлорофилл. Ну, бактерий хлорофилл, поскольку мы говорим о бактериях. И этот же возбужденный хлорофилл является очень сильным окислителем после того, как отдает свой электрон. Он заставляет двигаться электрон транспортную цепь, потому что электроны с возбужденного хлорофила скидываются в электрон транспортную цепь. А электрон транспортная цепь у бактерий тоже работает на то, чтобы делать протонный градиент на мембране. Ну, здесь тоже стоит сказать, что... Так, картонный граниер. Мембран. Протоны в некотором количестве находятся и там, и там. Но снаружи мембраны их, конечно, гораздо толще. Пойдем. Оставим. Градиент может быть протоном, и обозначается он дельтами, а может быть натриемом. Какие-нибудь бактерии из содовых озер вместо протонов качают натрий. Это им гораздо проще и удобнее. Большая часть протонов собирается снаружи мембран. Это одна из форм запасания энергии у бактерий. Ну, и не только у бактерий, у живых организмов. Если нам необходимы соединения с макроэнергическими связями, другая форма энергии, то у нас начинает работать отель-фаза. Опять все так. АТФ-синтезы наоборот пропускают протоны внутрь клетки, но взамен мы получаем из АДФ АТФ. И вот так вот клетки живых организмов переводят протонный градиент в другую форму энергии, в другую форму энергии, прокачивая протоны в обратную сторону. У фотосинтезирующих бактерий хлорофит, который уже отдал электрон на кисленный хлорофит, становится достаточно сильным окислителем, чтобы окислить самый мерзкий донор электронов, который, наверное, только могла придумать природа – воду. но вода есть повсюду. И вот это значительный ее плюс. Какие-нибудь сероводородокисляющие бактерии, какие-нибудь металлоокисляющие бактерии, мы можем их встретить только в определенных узких местообитаниях. В то время растения, цианобактерии, фотосинтетики могут жить практически повсеместно. И это все благодаря тому, что они научились использовать в качестве донора электронов воду. А вода есть везде. Что еще стоит сказать? Они окисляют воду и восстанавливают натры. Получают восстановительную эквивалентность. Вот эти вот самые восстановительные эквиваленты очень нужны. Только что мы видели, что в циклах официации углекислоты расходуется просто гора этих восстановительных эквивалентов. И вот они, наши несчастные бактерии или растения, фотосинтезируют, мучаются, получают эти восстановительные эквиваленты, а потом их приходится им расходовать на фиксацию СО2. В это же самое время эти восстановительные эквиваленты могут идти совершенно на другие вещи. Допустим, на конструктивные метаболиты, где тоже для восстановления разных кислот, других соединений требуется большое количество восстановительных эквивалентов. Если ты не фиксируешь СО2, ты растешь быстрее, потому что ты ешь органику, и у тебя есть восстановительные эквиваленты, чтобы расходовать их как конструктивный метаболизм. в чем смысл химотропов? Химотропы используют соединения, в которых уже запасена энергия. фактически они берут заведомо более сильный восстановитель, ну, из среды. Они все берут из среды. Если там вода есть везде, то вот у химотропов начинается интереснее. они могут использовать основную какую-то пару окислителей и восстановителей электрон-транспортной цепи, плюс допускать некоторые вариации в условиях отсутствия того или иного соединения. Ну вот мы, допустим, используем в качестве восстановителя надфарш. Человек-дрожье. А окислитель-кислород. И живем только за счет этого. Еще интересно сказать про брожение. А брожение, по сути, не дает никаких электронов в электрон-транспортной цепи. Это циклический поток. Выпускает он только у бактерий, которых можно назвать буржуями, у микроорганизмов. Потому что он возможен только в условиях избытка субстрата. Там нет донора электронов, нет акцептора электронов. Они берут какое-нибудь соединение, то же самое глюкон. Или еще что-то, где содержится высокая энергетическая связь. Просто расщепляют их, за счет этого живут. Они не переваривают субстрат до конца. Поэтому у нас существует молочно-кислое брожение, спиртовое брожение, какое-нибудь еще масляное кислое брожение. Всегда в брожении, если оно гетероферментное, образуется масса побочных продуктов. Какая-нибудь еще яблочная кислота, лимонная кислота. А все почему? Потому что бродильщики живут в условиях избытка субстрата. По принципу, что не съем, то понакусывают. Ну вот, допустим, перед бродильщиками лежит корзина вкусных красных яблок. Ну, у меня же так много яблок. Зачем я буду их все есть? Там еще обгрызки какие-то обгрызать? Нет. Я вот этот вкусный бочок обкушу, вот этот. Или 10 вкусных тортиков. Если у тебя есть 10 вкусных тортиков, то можно просто съесть кремовые розочки и не заморачиваться, не есть коржи. Так же поступают бродильщики. Фактически они используют не полностью тот субстрат, на котором они живут.